Здравствуйте! Как всегда, по вторникам с вами программа «Будем здоровы». Последние несколько десятилетий заболеваемость раком щитовидной железы неуклонно растет, особенно среди взрослого населения. Если в начале 90-х в Беларуси было зарегистрировано около 400 случаев данного вида онкологии, то в первое десятилетие 2000-х уже более тысячи. Исследования показывают, что болеют сейчас как раз люди, которые, будучи детьми в 1986 году, были облучены. Все мы помним последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. В группу рисков входят и те, кто во время трагедии был еще в утробе матери. Так что в ближайшие годы работы по лечению рака щитовидной железы может стать больше, прогнозируют ученые. На ранние выявления новообразования в щитовидной железе нацелены все врачи лечебных и поликлинических учреждений. Регулярно проводится скрининг населения. Возможность своевременно обследоваться есть даже у жителей самых отдаленных населенных пунктов. В нашей стране это вообще уникальная возможность. Пациенты должны ежегодно проходить диспансеризацию. И в ходе этой диспансеризации пальпация щитовидной железы. Участковый терапевт, гинекологи. Это могут выполнять, должны выполнять все врачи. И владеть этой методикой. С 1998 года передвижная диагностическая лаборатория ведет активный скрининг по диагностике рака щитовидной железы. Преимущественно цель этой передвижной лаборатории это посещение более отдаленных регионов нашей области от центров. Преимущественно обследуется сельское население. На месте же проводят не только ультразвуковое исследование щитовидной железы, но и диагностика диабета сахарного. А также проводят на месте и пункции щитовидной железы под контролем ультразвука. То есть наш областной уровень приближен максимально к сельским жителям именно по диагностике этой патологии. Диагностические услуги в нашей области не только доступны, но и находятся на высоком технологическом уровне. Мы используем не только новые современные технологии в ультразвуке, но и используем уже телемедицину. По линии Министерства здравоохранения мы получили оборудование, новый микроскоп, компьютер. И с помощью вот этой техники мы можем консультировать стеклопрепараты пункционной биопсии вот в этом республиканском центре опухолей щитовидной железы по интернету. И не всегда обязательно пациенту ехать сюда. Максимальный охват населения дает результат. В минувшем году в нашей области выявлено 220 случаев рака щитовидной железы. В соседней Гродненской области таких было всего 40. Специалисты по-прежнему связывают это с Чернобыльской катастрофой в 86-м году. Но были и другие причины. В нашей стране в то время, в 86-м году, практически отсутствовала йодная профилактика. И щитовидная железа находилась в состоянии относительного голода, можно так сказать. Йод щитовидной железе нужен для того, чтобы формировать гормоны. Йод участвует в формировании гормонов щитовидной железы. Йода у нас не было в пище. Гуменовые кислоты, полесья. Все это инактивировало активные изотопы йода. И в 86-м году щитовидной железе было все равно, какой йод ей потреблять, радиоактивный или пищевой. Молекулы отличаются только изотопом. Поэтому и было большое поглощение щитовидной железы. Вот это в радиоактивном районе. К счастью, рак щитовидной железы очень хорошо поддается лечению и медикаментозному, и хирургическому. Пациенты после удаления опухоли долгие годы продолжают полноценную жизнь. Поэтому бояться идти к врачу или откладывать обследование в долгий ящик не стоит. В нашей стране накоплен гигантский опыт по лечению этой нозологии. И к нам даже с других стран приезжают для того, чтобы не только поделиться опытом, но и сами пациенты. Особенно это хорошо. Операции делаются в Республиканском центре опухоли щитовидной железы. Там высококлассные специалисты. Тем не менее, очень большое значение отводится профилактике возникновения злокачественных новообразований в щитовидной железе. Уже более 20 лет в Беларуси действует государственная программа по йодопрофилактике. В производстве продуктов используется только йодированная соль, в том числе в системе общепита. Добавление такой соли в еду школьников позволило значительно снизить заболеваемость среди детей. Такая мера профилактики доступна и в домашних условиях. Но и не менее важный пункт программы – все та же диспансеризация. Профилактика, конечно же, это раннее обращение. Важно, чтобы те люди, которые в 86 году были детьми, то есть так называемая группа риска, раз в год, раз в два года проходили исследование ультразвуковой щитовидной железы. И выявление этих образований, пункционная биопсия своевременно приводит к излечению хирургическому на ранних стадиях. Хорошее подспорье в профилактике заболеваний щитовидной железы – современные препараты йода. В аптеках они продаются без рецепта, но консультация специалиста необходима, особенно беременным женщинам. Этот йод необходим не только самой маме, но и ребенку. Потому что первые три месяца он растет, плод растет за счет гормонов матери. И щитовидная железа должна функционировать правильно. Поэтому необходим йод. От количества поступаемого йода будущему ребенку зависит его интеллект. Это рекомендация Всемирной Организации Здравоохранения. Применять препарат йодидокалия необходимо и детям, у которых подозревают зоб увеличение щитовидной железы. Следует отметить, что в целях профилактики не стоит употреблять йод в жидком виде, которым мы обычно обрабатываем раны. Даже в одной его капле содержится не суточная, а годовая доза йода. А это уже, сами понимаете, грозит переизбытком микроэлемента со всеми вытекающими последствиями. Мы продолжаем нашу программу и переходим к разговору о здоровье детей. Желтуха у новорожденных. Надо ждать, когда наступит самоизлечение или срочно показывать ребенка врачу. Об этом прямо сейчас. Неестественный желто-зеленый цвет кожи у ребенка первых дней жизни. С таким явлением, а точнее с желтухой, сталкиваются многие мамы. Вызывает эти изменения повышение белирубина в крови. Различают два вида желтухи. Физиологическая, которая возникает на третьи-четвертые сутки жизни малыша и самостоятельно проходит спустя 9-10 дней. Ее переносит около 30% новорожденных детей. И патологическая. Различают желтухи, наверное, многие слышали о них, возникающие при резус-конфликте у мамы и ребенка или при конфликте по групповому фактору крови. Эти желтухи или гемолитические, как их по-другому называют, считаются патологическими желтухами и требуют определенного лечения. Иногда даже заменного переливания крови в тяжелых случаях. Еще к патологическим желтухам относятся желтухи, которые возникают у внутриутробно инфицированных детей. Эти желтухи могут вызываться как бактериями, так и вирусами простейшими. Очень часто такие желтухи без теотропного лечения, то есть противовирусной антибактериальной терапии, не проходят. То есть справиться с ними возможно только в условиях стационара при правильно подобранном лечении. Достаточно часто желтуха возникает у недоношенных детей и по причине наследственности, при наличии гемолитической анемии, например. Бытует мнение, что желтухой должен переболеть каждый ребенок, и это неизбежно. Однако все не так. Чаще всего заболевание свидетельствует о наличии других серьезных патологий. А следовательно, не надо надеяться, что наступит самоизлечение, как в случае с физиологической желтухой. Если основной симптом – желтизна кожных покровов – не проходит через две недели максимум, необходимо срочно обратиться к врачу. Обычно отправляют на обследование в стационар, потому что тогда стоит вопрос о вакцинации против гепатита В. И если участковый доктор видит, что у ребенка сохраняется желтуха, значит, надо разбираться, какими факторами и чем она поддерживается. Если вовремя не выявить причину желтухи и не оказать помощь, возможно, задержка роста, отсутствие прибавки в весе, различные септические осложнения. А длительное повышенное содержание белирубина в крови негативно влияет на мозг. Среди причин желтухи специалисты отдельно отмечают кормление грудью. Когда у мамы мало молока, но мама уверена, что молока у нее достаточно, она не прибегает к смесям, считает, что будет кормить только грудью. Ребенок голодает. Как мы медики говорим, сам себя начинает потихонечку кушать. Включаются метаболические процессы, и такие дети тоже поступают с желтоватой кожей. Бывает и обратная ситуация, когда молока достаточно, но именно оно и вызывает желтуху. Тогда тоже лучше перейти на искусственные смеси. В остальных случаях необходимо стационарное лечение. Это либо противомикробная, либо противовирусная терапия. Кроме того, применяются препараты, активизирующие обменные процессы в клетках печени. Большое значение отводится связыванию, выведению билирубина из организма с помощью растворов глюкозы, физиологических растворов. И очень таким хорошим помощником в лечении желтух для нас являются вот эти лампы фототерапии малыш, которые мы видим, и которые широко использованы, разработаны белорусскими учеными для проведения фототерапии. То есть ребенку на определенные интервалы назначается свечение под такой лампой и отмечается хороший эффект. К сожалению, предотвратить желтуху в большинстве случаев невозможно, а потому исход заболевания зависит от внимания и адекватной реакции родителей. Ну что ж, как вы поняли, причины возникновения желтухи у новорожденных могут быть разные. Но так или иначе, родители не должны терять бдительность и лучше при первых же симптомах обратиться к врачу, чтобы исключить самое неблагоприятное развитие заболевания. Кстати, пусть не с самого рождения, но уже со школьного возраста точно необходимо контролировать осанку ребенка и при необходимости вовремя принимать меры по ее исправлению. Взрослому человеку сделать это гораздо сложнее, а вот проблем с опорно-двигательным аппаратом будет все больше и больше. То, что прямая осанка – залог не только здоровья, а и красоты человека, знает каждый. Но, к сожалению, далеко не каждый следит за ней. Какой же должна быть правильная осанка? При нормальном положении, при нормальном психологическом развитии человека, если смотреть в левую боковую проекцию или на человека слева смотреть сбоку, то позвоночник напоминает букву «С». При этом в данном случае характерны два изгиба, которые присущены каждому человеку. Это грудной изгиб и поясничный изгиб. Грудную выпуклостью в зад, поясничной выпуклостью вперед. При нарушениях естественные физиологические изгибы позвоночника в большей или меньшей степени изменяются. В зависимости от этого различают пять видов осанки. Это сколиотическая осанка, которая характерна для фронтальной плоскости, ну и четыре – это для сагитальной плоскости, для боковой. Это кифотическая, это плоская спина, это кифолордотическая и чисто алордотическая. С приобретением неправильной осанки не в лучшую сторону меняется и фигура человека, делая внешний вид не весьма привлекательным. Но это, как говорится, еще полбиты. Если закрывать глаза на проблему, со временем возникнут более серьезные последствия. Нарушение осанки – это не болезнь, это предвестник болезни. Это предболезнь, потому как она, если вовремя не заняться данной проблемой, и может перейти в натуральные, так сказать, болезни. Саморазвестаненные – это сколиоз, кифоз, ну и бич каждого человека в прошлых веках и до сих пор это, так сказать, сохраняется. Это остеохондроз, вплоть до ювенильной остеохондрозы, которая присуща молодым людям, ну и остеохондроз взрослых. Следует отметить, что нарушение осанки может быть врожденное и приобретенное. Во втором случае неблагоприятные изменения наступают еще в детском возрасте, особенно в школьный период. Тогда же и выявляется нарушение. Чаще всего на приеме у врача или во время профилактических осмотров. Заниматься-то надо с детства. И в этом должен участвовать, естественно, сам заинтересован пациент быть. Во-вторых, я считаю, это родители, в большой степени зависит от родителей. Они должны видеть, они видят того же ребенка ежедневно, они видят, как он ходит в школу, чем он занимается в домашних условиях. Наш век компьютеризации – это, естественно, уменьшения этих нарушений не будет, потому как ребенок с утра до вечера, в школе завязан на этих компьютерах, приходит домой то же самое. Дома он вечно сидит то в планшете, то в смартфоне, то в компьютере. Снижение двигательной активности, неправильная организация рабочего места, нарушение рациона питания приводит к ослаблению мышц и позвоночника. А потому жизнь детей должна быть разнообразной и достаточно активной. Профилактикой нарушений осанки должны заниматься и в школе, периодически меняя место учеников за партами. Если в период созревания и развития молодого организма не предпринять меры, то сделать это в более позднем возрасте будет гораздо сложнее. Идет процесс отложения, так сказать, по-народному говоря, солей в организме и у одного в большей степени, у второго в меньшей степени. И проявляется эта болезнь тоже у одного болями, у второго менее интенсивная боль, у третьего человека может вообще не проявляться. Но это не означает, что где-то там в более пожилом возрасте она не даст себе знак. Поэтому надо заниматься собой. Было бы желание пациента, стремление самого пациента. Он должен быть заинтересован, так сказать, в своем здоровье. А то получается, что в основном эта проблема уже возникает позже, и тогда вся нагрузка ложится на доктора. Но это уже, может быть, и время упущено, и не все мы можем сделать. Возможности для работы над собой сегодня огромные. Спортивные секции, йога, ЛФК, особенно эффективные занятия в бассейне. Но в каждом индивидуальном случае необходима консультация специалиста. Кстати, особую тревогу у медицинских работников вызывает проблема с осанкой у молодых людей призывного возраста. Сплошь и рядом идут люди с кифозом, со сколиозом. Еще один бинч такой, как опорно-двигательный аппарат, это плоскостопие. Достаточно много мы вставляем актов военкомат, и процентов 30 из них признаются негодными или же с какой-то степенью ограничения годности к службе в рядах вооруженных сил. Поэтому этим надо заниматься, заниматься и заниматься. Иначе дойдет и того, что придется призывать в армию слабый женский пол. Специалисты надеются, что настолько кардинальна ситуация все же не изменится. На этом все. Берегите себя, свое здоровье и будьте счастливы. А мы расстаемся с вами ровно на неделю. Редактор субтитров А.Семкин